Эй, Декс, все еще занимаюсь системой защиты. Скажу тебе, это непривычно, пытаться взломать систему, была облавалась в джекпот, взгляни информацией на никого Уэйда Мерфи, известного как Крэш. Ха! Шикарно! Ты взобралась к этому харьку настолько близко, что сможешь потрогать его за выми. Так, я тут подготовил для него небольшой сюрприз. Вот, давай я тебе его загружу. Если ты берешься до его рабочего компьютера, загрузи его туда. Это Троян. Возможно, тебе придется немного попотеть, чтобы запустить его на машине, но если запустишь, будет охренительно весело. Не мог как-то раньше это все сделать? Да, хорошо, ладно. Блин, опять туда? Будет обидно, если этот Троян мог все поломать без моего участия. Вы, кстати, Четик, заметили, да, что как только какие-то затмения происходят, сразу же моментально появляются тучи. АГГ-человек? У нас есть сомнения на этот счет. Так, подожди, это не то, что я хотела. Мне опять нужно хакнуть? Типа. Или как-то по-другому можно это оформить? Ну, так мы говорим, что опять вот с этим вот. Так, ну, в смысле, подожди. Может, что-то не понимаем? Нет, даже все то же самое. Мы тут были. Куда мне тут Троян-то запускать, а-ля? Ша. Ну, тут я подохну быстрее, чем вот это вот. Не поняла. Так, ладно. Подожди, что там написано было? Нужно постараться взломать компьютер Краша в лабораториях. А, в лабораториях. Загрузите его туда. Не знаю, что именно он делает, но натром чую, что хороших новостей господин Уэйда умер, все он не расскажет. Даже на лаборатории это непосредственно вот эти, да? Большой страшный. Нет, мне нужно вот это так-то делать, вот этими заняться, проникнуть в лабораторию и там уже мутить. Ну, ладно. Я же Сев. Смотрю тебя давно на Ютубе, при этом наконец выразил благодарность таким способом за те же приятные впечатления. До лангист Джорни. Пиэс, я Сев, а не Сев. Гранично, но тоже от Севен. Спасибо тебе, Господи, за донатчик. А тем временем Клоустрофобик жахает еще раз и дарит подписку Maybe No. Спасибо, скажем, Клоустрофобику. Похлопаем ему. Спасибо, Клоустрофобик, и добро пожаловать в Мэйби. Мэйби, добро пожаловать в Мэйби. Как двояко звучит, черт возьми. В общем, ребятки, спасибо. А нам нужно что-то делать. Пойдемте к этим самым двоим нашим товарищам. Ну, что скажешь? Реддекс, ты можешь рассказать мне про Митчелла, главу службы безопасности? Не сказать, что у нас огромная куча информации про Реддвит Уаттс, но нам известно, что они наняли большой отряд Армагир для охраны зданий и прилегающих территорий. Возглавляет Дэд Митчелл, де-факто руководитель службы безопасности и следовательского центра. Если Ричмонд прав, то у Митчелла будет одна из ключ-карт. Но он фактически живет в Реддвит Уаттс, так что подловить его в темном переулке в городе не получится. Все, что у меня на него есть, это то, что он ветеран и служил в армии на протяжении нескольких лет, пока не подался в частный сектор. Ходят слухи, что из армии его уволили со скандалом. Что-то мутное там произошло. Его дело сосекречено, вероятно, благодаря Армагир. Но если я стану копать глубже, то привлеку ненужное внимание. Как лучше поступить? Найди кого-то, кто его знает. Желательно бывшего военного. Эй, слушай, может Хэмк знает что-то? Он мой старый друг. У него оружейный магазин возле китайских ворот. Да я в курсе. Я готова нанести. Я не готова. Не-не-не, ничего. Ладненько. Ну, пойдем. Как перестать подскакивать на Эми Хэмк? Никак. Ты слушал в армии, да? Слушай, не помнишь человека по имени Митчелл, нет? Есть что-то странное с его отставкой. Что-то странное, это уж точно. Конечно, я помню. Я не забыл никого из своих людей. Но этот застрял у меня в памяти по другой причине. В Пакистане в 2021 году его отряд подстрелили, как куропаток. В засаду в горах. Почти все погибли. Через пару дней он свихнулся. Стал пытать убивать военнопленных. Хотел отомстить всему чертовому народу. Потом он застрелил на моего лейтенанта и еще двоих за то, что пытались его остановить. Этого я уже простить не мог. Потом был в трибунал, и я, понятное дело, пошел свидетелем. Но адвокат у него был сильно изворотливый. Просил о снисхождении из-за ПТСР. В результате увольнения с лишением прав и привилегий. Никакой ветеранской пенсии. И все. Убийство троих моих людей и многих других, кто не заслужил смерти. Ну, а почему спрашиваешь? У тебя с ним какие-то проблемы? Можно так сказать. Он работает в Армагире, и мне придется с ним столкнуться. У вас есть что-нибудь, что я могла бы... Ой, что-то пух летит. Ой, борода в лицо. Лезет в нос. Что бы я могла использовать против него? Потому что никогда не думал, чтобы помогать бороться против своих. Но если он теперь сыном Армагире, то он больше не свой. Ладно. Я сохранил для себя записи сюда. Никогда ничего не выбрасываю, да? Посмотрим. Есть психологическая оценка его состояния. Можешь почитать. С Митчеллом дело было действительно дрянь. ПТСР был правдой. Патологическое чувство вины, отрицание, много всякого. О, готов поспорить, это будет интересно. Запись системы видеонаблюдения из тюремных камер, которые использовали на суде. Где Митч убивает и пытает. Он значит, что забыл половину того, что натворил. Показав ему это, можно здорово его встряхнуть. Как-то он так очень охотно поделился, еще и бесплатно. Индивительно. Ну ладно. Так, Митчелл, какой красивый мужчина. Думаю, с лукой не скучно могли все встретить Митчелл. Так, у нас же трое еще. Элизабет, кто про Элизабет знает? Это же женщина, да? Пойдемте. Наскребем сейчас по сусекам на всех троих. Ну я думаю, за ними уже пойдем потом. В следующий раз. Так, подожди. Что-то перебежали немножко. Спокойной ночи тебе. Так, стоп, наверх. Женщины, здравствуйте. Давайте сохранимся, кстати. Опять вы. Слушайте, вам правда лучше держаться от меня подальше. Вы привлечете ненужное внимание. Я говорила с вашим бывшим мужем, Ричмондом. Он согласился мне помочь проникнуть в Рэдвуд Ваттс. С Ричмондом? Вы его видели? Где он? Я даже не знала, жив ли он. С ним все в порядке? А, он жив, но сильно опустился. Он прощится. А у него все прекрасно. Не беспокоитесь. Некоторые проблемы с доверием. Как вы можете догадываться? Ну, у кого их сейчас нет? Ха-ха. Значит, я поступила правильно. Он и должен был меня ненавидеть. Но я этого и добивалась. Если бы я отказалась или провалила дело, Ричи бы убили. Не было другого выбора. Только этот. Но теперь... Вы даже представить себе не можете, как сильно мне нужно было услышать, что у него все хорошо. В то время, как я живу вот так. Надо мне снятся кошмары, представляете? Что он одинок, несчастен и одинок. Несчастен, одинок и напуган. Вы могли бы подумать, что я много получила с этой сделки. Но поверьте. Я так же, как и он, живу в постоянном страхе. Я держусь за ниточки, за которые меня дергают, как марионетки. Как будто они... Чека от гранаты. Это все, что я могу сейчас сделать, чтобы остаться уже в дам. Мне нужна помощь, Ричмендо Миранда. После всех этих лет, что я пыталась защитить его, он снова влез в самую гуще. Мне остается только надеяться, что вы знаете, что делаете. А вы знаете, начальник отдела исследований Рэдвуд Уоттс, Элизабет Стерлинг. У нее есть ключ-карта, и она мне нужна. Я знаю, Элли, да. Мы встречались пару раз. Замечательная, обаятельная молодая женщина. К тому же, честно, помню, она упоминала, что является специалистом в области ЕИ. И да, она работает в Рэдвуд Уоттс. Никогда не понимала, как хорошие люди попадают в их ряды. Видимо, у нас всех есть свои мотивы. Но если вы хотите с ней встретиться, думаю, у меня и остались ее контакты. Она была ключевым свидетелем в судебном разбирательстве, на котором я недавно работала для Самио. Давайте-ка посмотрю. Вот. Она живет рядом с рестораном Эдем на Сумеречном Бульваре. Но с такой работой, как у нее, вы скорее найдете ее в лаборатарии Рэдвуд Уоттс. Удачи. Хорошо. Здесь про подписку спрашивают. Ребят, от стандартной подписки, которая на Твиче, вот эта стандартная, вот эта 5-баксовая 4.99, от нее Твич берет 50%. Чуть-чуть побольше. С учетом там некоторых, наверное, этих самых. Ну, грубо говоря, 50%. От подписки... Что-то у меня ничего не работает. От подписки за 9.99... 40. То есть 60 мне, 40 Твичу. От подписки за 25... 30 берет. Остальное мне. Ну и плюс, каждая подписка, обычная подписка, которая за 5 баксов, она дает 1... 1 очко для смайлика. Ну, то есть... Единички. Подписка за 9.99 дает 3, а подписка за 25 баксов дает 6 очков... Навыка, господи. Очков для смайлика. Очки для смайлика накапливаются, когда их становится достаточно много, открывается дырочка для нового смайла. Бо. А что там за труп был? А, это на прошлом стриме. Так. Сумеречный квартал. Я не думаю, что она в лабораториях. Она, скорее всего, там. Так, сейчас я гляну. Может быть, у меня луна выглянула. Хрен там. Проклятые тучи. Все портят мне. Ни одного затмения в своей жизни не увидела. Без выразия, блин. Так. Че-че-че-че-че там было? Сумеречного бульвара. Над... Над этим местом она живет. Соответственно, где-то тут. А, ну да. Может, здесь уже были. Ну да, Элли, Айн. Блин, она все-таки в лабораториях тусует. Падла. Подожди, а где эти лаборатории? То есть, мне ее прям там внутри искать? Отправиться искать? Серьезно? Это ж тупа. Резотен, т-д-д-т. Так. Миранда. Ну, да. Короче, да. Ну, я, видимо, сюда пришла просто, чтобы инфу нарыть. Тоже, подожди, давай освежим воспоминания, потому что я уже плохо помню. Так. Айн. Айн, у меня отличные новости. Мы получили работу. Да-да-да. Просто, чтобы хотя бы немножечко вспомнить. Айна убили. Джессике она высказала соболезнование. Ну да, вот он найден. Найден опять, господи. Айден, найден. Да, надо запомнить, чтобы потом, когда мы ее найдем, чтобы было что сказать ей хорошего. Мы уже неплохо по сюжету продвинулись между делом. Да? Насколько неплохо. Слушай, ну я так понимаю, мне сейчас уже все к этим идти, потому что я вроде все выяснила. Ну вот, да. То, что мне нужно будет здесь непосредственно сказать при встрече. И с женщиной тоже при встрече поговорить. Да и с крэшем на самом-то деле тоже. Та-дам-дам-дам. Речь мне сказала, что мне нужно постараться взломать компьютер. Конечно, в лабораториях. Но это нужно еще попасть в эти лаборатории, правильно? А, значит, надо ехать уже все. Так, ну ладно, я готова нанести удар по Реду Дуац. Речь ему тоже закончила со взломом системы безопасности? Говорит, что да. Ну ладно. Дай-ка посмотрю на тебя. Ты как вообще? Вообще неплохо бы на самом деле хакерских каких-нибудь приколов покупать, да? Плохо я для них. Молодчина. Итак, у тебя достаточно припасов, амуниции, всего, что нужно. Ты собрала всю возможную информацию обо всех этих ключ-картах. Должна быть в курсе, где найти все три. Но я не знаю, где найти все три. Я знаю только, что я могу взломать компьютер одного чувака запустить троян. И у меня есть инфа на двух других. Все. Где, как бы, вот это вот? Искать я хазым. Я готова. Хорошо. Значит так. Система безопасности у Ричмана на ниточках. Он замаскирует твой подход. Но тебе все равно нужно опасаться камерой, трону в тревоге. Понятно? Если сейчас там будет полная жопа, то надо будет загрузиться и накупить хакерских приколов. Патрошков мало же. Ну и что мне теперь помереть? Да, скорее всего. Я буду постоянно на связи. Ричмана тоже будет помогать удачим. Так, слушай внимательно. Охрана там особенно плотная, так что смотри, под ноги старайся избегать камер всеми силами. Мы с Ричманом будем за тобой все это время. Тут вроде ничего. Хорошо. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Заброшенная шахта, аж. Эта часть все объекта была закрыта с момента несчастного случая. Люфт вышел из строя, трое погибли. Просто смотри под ноги, ладно? Ты окажешься рядом с вестибюлем. Я чувствую, что я здесь сохраняться буду каждые две секунды. Ты там ехаешь, не? Видимо, нет. Здесь ничего нет. Ладно, вроде живы. Блин, надо было Тони фокус восстановить. Твою мать. Что у нее за бинт в районе лба? Протектор деревни скрытого листа. А че не воды? Блин, че-то я это самое... Так, ну аптечка мне не нужна. Слава богу, хоть аптечка не нужна. Ну блин, ну фокус-то... Хорошо, мой офис Крэш находится в западном крыле. Или должно быть в одну из лабораторий прямо над тобой. Что касается Митчелла, ты найдешь казармы в восточном крыле. Так, меня мужик палит немного. Куда я могу спрятаться? Камеры... Это что такое? Эээ! Так, это че вообще? Хакнуть, че, в этот самый низе? Прям так уж и это самое. Слушай, камера не одной. Даже странно. Слушай, а зачем мне хакать? Вот это вот. Че заметила чувака, прикинь? А им у нас... Ну, подожди, слушай. Мне просто интересно. Я сейчас проэкспериментирую. Денежку получить? Ну да, наверное, но как-то это странно. Ладно, я знаю, что здесь вылечиться можно. Зачем я это сделала? Так, Джесси и вход. Щип, ударная волна. Замечательно. А здесь че такое? Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Блин, жалко, она так медленно передвигается. Смеркалась. Тихо. Не сексуальная какая-то анимация. Подкрадывание. Она больше пугает, мне кажется. Причем даже не моих врагов, а меня. Хакнуть. Не знаю, че я там сломала, если честно. Че-то сломала. А че это было все-таки? А, это был автомат. Угу. Пожароди... Потому что, ну, я вижу, кстати. Раз, два, три. Вот один спиной стоит, кстати. Либрия, спокойной ночи. Так, ну... Чтоб потом не ползти. На третьем этаже без тебя. А я могу его как-то придушить? Не, ему насрать. Ладно. На третьем этаже, говоришь? Срань. Тебе показалось, мужик. Не, ну, слушай, подожди. Это не честно. Этот меня не видит, хотя я к нему вот так вот подошла, блин. А этот меня заметил, да, с 20 метров. Так, на третьем этаже над вестибюлем. Блин, как-то неудобно. Это как, мне лучше подняться будет? Вот сюда куда-то, да? Хотя нет, с третьей этажной двестибюлем. Вот лесенка. Эй. Вот. Вот тут, короче, где-то что-то. А-а-а. Серьезно, тут, ребята, в два раза больше ее... Ну-да. А щиты поделить? Ну, они большие, но тупые. У меня, кстати, плащ, как у Маркуса из Детройда. Хочу заметить. Блин, слушай, мне либо здесь этих двоих прирезать, либо там одного чувака и здесь на лестницу пройти. Но не факт, что меня не заметят. А я тут всех перебила, разумеется. Ну, как это западло. Что и так? Ну. Падло. Своими сраными ногами. Вот, кстати, здесь находится, по идее, лаборатория с этой женщиной. Может, туда сперва метнуться. Лох. А, это администрация. Сорян. А, ну и ладно. Кстати, у меня палит. Чего такая музыка страшная? Так, ну тебя я вижу, ладно. А тут-то че так... А, там все-таки кто-то запалил. Ой, да ладно? Придурок. Смешно. Тихо, минаточка. Не давит. Ну, типа, типа да. Два стимуляторов. Этот хрен ходит наверху. Но... Как-то вот так вот пройти бы. Чтоб он меня не запалил. Это слабо существуемо, мне кажется. Сейчас начнет разворачиваться и все. Почему он здесь зацепиться не может? Ну, подумаешь, этот самый... Падла. Зарезать я его не могу! А вот он меня может. Ну, хоть падает, кстати. Штурмовика-то кулаками, а? Вот что значит сила аугментации, блин. Стиль бешеного енота давай! Ну, ты лох, конечно. О! 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 Опять. В чем тут? Хе-хе-хе. Куда нах? Все, лапши посидим, пожрем! Очку навыка берем. Три очка. Так, слушай, надо соображать, что брать. О, удар ногой. Одну очку берем. Увеличивать наносимый в бою урон на 50%. Два очка как раз. Мне кажется, надо брать. Хотя хакерство бы тоже не помешало. Но мне здесь не хватит все равно вот это вот. Можно харизму качнуть. Мне кажется, сейчас пригодится, когда мы будем убеждать этих дебилов всех. Да? Хотя кто его знает. Хотя нам, блин, ну я не знаю. Пока что хватало убеждения, на что перейти на следующую ветку, скажем так, диалога. Я вот прям не знаю. Лучше, блин, я хочу вот это. Два дополнительных импланта, но у меня денег на них нет. Блин. Чат, как ты думаешь, харизму взять или рукопашечку? 50% больше урона. Это нам сильно поможет в этой локации, но кто знает, когда харизма пригодится. А вдруг она не пригодится? Пока что нам ее хватало. А вот то, что у меня тут урон заманчивый, пипец. Да. Ладно, будет что будет. Просто тут такая жопа. Надеюсь, нынешний уровень харизмно затащит. Что тут есть вообще? Непонятно. Хакнуть административный хервера. Спамер. Так, ну давай. Что-то по-моему, 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 душу уже что-то летит. Так, ладно. Так, ладно. Еще куда-то войти, господи. Это телепорт, я так понимаю, да? В другую зону, в соседнюю. Потому что здесь, видишь, все закрыто. Это же не те, которые я могу поломать, да? Это не те. Нужно зелененькую найти и сломать. Это нужно в порт прыгать. Уй, ты ж срань. Что, охренели, что ли? Вообще! Тут уже интереснее, блин. Заделось. Зараза, блин, быстрая. Чтобы точно. Хакерские битвы сложнее рукопашки. Не без этого. Ну, так, понимаешь, большого ума дать в рожу не надо. А вот хакерским делом промышлять. Это мозги надо иметь. По стопам Чарли... Ой, ненавижу этих мразей. По стопам Чарли так просто не пойдешь. Иди в жопу. Блин, серьезно. Нет, нет, нет. Все, валим. Да, иди в жопу. Попади, попади, блин. Еще в эти шифте. А? Ну, вот так. Отсюда буду ломать. Блин. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Серьезно, мозги. Не скорость нажимания кнопок и меткости. Я же как бы... Параллель провожу. Потому что вот в реальной жизни то кулаками проще махать, чем хакерские дела какие-то проворачивать. Это игра, конечно. Но вот представь. Вот ты играешь чувихой там или чуваком. Ясен пень, что сражаться на кулаках будет проще, чем вот это вот. Че ты такой серьезный-то вообще? Мысль-то... Видишь ты в моих словах. Здесь все просто. Параллели. Хакерское дело должно быть сложнее рукопашного боя. Оно и сложнее. Тебе же должны как-то преподнести это тебе, игроку, что это сложно. Вот тебе преподносит. Никакой фантазии у тебя, фандрик. Так, я боюсь туда пока лететь. Ага, сейчас. Это, это, это... Сволоки. Сказать, та-та-та-та-та. Это есть скотина. Типа, скачала, да? Так, а вот там че, простите, извините. Вот это вот так, так. Че-то тут подстава какая-то, эти, тучи. Где я вылезу? Сейчас, это старая штука, я знаю. Нет, у тебя уже, короче. Так, подожди, ты мне предлагаешь выйти, а сюда только за биометрическими данными ходила? Серьезно? Да ладно. В смысле? А там что? А, вот, она теперь работает. Я даже пыталась стрелять. Слушай, а что она не стрелялась? Я-то думаю, что так мало... Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Хоть попадаем в машину. Блин, надо было сохраниться, когда мы вышли. Прочитать данные. Ломалась она до этого. Ну, я что-то не видела, что я стреляю. Смотрю, оно не ломается. Ну, в этот раз, по крайней мере. Изменения в правилах рабочие устройства должны оставаться на месте. Открывши персонал. Уважаемые сотрудники... Не туда. В следствии обнаружения нового опасного эксплойта в системе безопасности мы обновили правила подключения персонала к почтовым серверам Redwood Vouts при нахождении вне здания и прилегающей территории исследовательской центра. Теперь вы больше не сможете получать доступ к электронной почте, находясь вне территории объекта. Пожалуйста, позвольте мне повторить, что правила, касающиеся запрета на общение на рабочие темы, находятся вне территории исследовательского центра, остаются в силе. Благодарим вас за помощь в предотвращении хищения данных с уважением к Рэш. Руководитель службы безопасности. Просьба ответить на приглашение мероприятия Единства в Динаворлд от менеджера отдела кадров персоналу. Уважаемый и ценимый сотрудник Redwood Vouts. Это напоминание по поводу ответа на приглашение на мероприятие Единства, которое состоится в следующем месяце. Поездка для сотрудников и их семей в Динаворлд. Пожалуйста, воспользуйтесь функцией ответа на приглашение, которое рассылалось на прошлой неделе. С наилучшими пожеланиями Джерми Шекл. Менеджер отдела кадров в строительский центр. Очень важная информация. Всегда мечтала. Так, ну, либо так, либо так. Хорошо. Черная дыра. И еще одна черная дыра. Сейчас, короче, вот так вот очень... Очень аккуратно. Установка кофемашины и выбор сорта кофе. От С. Лейко к начальнику отдела разработки программ. Дорогой Джеймс, доношу до вашего сведения, до вашего сведения, что новую кофемашину должны перевезти в понедельник в 10 утра. Установка займет приблизительно 1 час. Мне сказали, что процесс будет не шумным, так что это не должно никакого побеспокоить. Позвольте вам напомнить и выбрать зерна из списка сортов кофе в брошюре, которую я рассылала на прошлой неделе. Мы можем менять сорта каждый месяц, но мне нужно знать, что заказывать в первый раз. Большое спасибо. С наилучшими пожеланиями Сьюзлик. Очень интересная, ценная информация. Что бы я без нее делала? Так, хорошо. Ой, блин, нет, 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 только не вы. Каких ненавижу, каких ненавижу, блин. Говно это красное. Хорошо, что здесь только денежки. Взял и полетел. Все, идите нахрен. Ради всех святых просто. А ты откуда прилетела? Боже. Нет ничего хуже красненьких, по крайней мере, пока что. Они маленькие, они медленные, но когда их много, это просто анриаль. Что-то я во что-то попала, во что я попала. Да откуда вы летите, падла? Господи, уж столько стреляй, они в одну не попала. О, дабл кейл. Что вы, откуда вы вообще? Точнее, откуда? А, здесь, наверное, много-много-много фиолетовых было, и я задела их, да? Каким-то образом. Что значит, никак не объяснить. Да, бляха, как они меня бесят. Ну, даже фиолетовые не такие бесявые, как красные, если честно. Фиолетовые хоть красивые. Это типа их оправдывает. Сейчас очень быстро возьмем и свалим. От Элли Митчеллу, кстати говоря. Привет, Митч, давно тебя не видела. Надеюсь, все хорошо. Я тут подумала насчет вечера пятницы. Если у тебя нет никаких планов, может, мы сходим куда-нибудь? Мне бы очень не помешало забыть про наук, хотя бы на один вечер, да, скорого. Привет, Элли, удивительно. Я как раз уже писал тебе, что пригласить тебя, когда пришло твое письмо. Черт возьми, мир, в котором мы живем, полон прекрасных тайн. Разумеется, пойдем. В пятницу будет просто идеально. Заеду с тобой в 7.30. Увидимся, Митч. Свидамочки, смотри. Служай, блин, рабмен. Так, тут были красненькие. Вот почему я не заметила, наверное, на той. Она здесь где-нибудь была, и я не распознала. Ну, то есть не увидела, потому что она в стенку такая тоже вперилась. Я смотрю, не ломается. Думаю, ват-да-фак, раньше ломалась, сейчас не ломается. Так, ой-ой-ой. А! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. От Джоффри Босса Митчелу. Митчел, впоследствии, в последствии, поступившего от Оуэна Дойла сигнала, с сожалению, вынужден просить вас провести ее сторонение класса 3 Тома Скотта, класса 3 Тома Скотта, старшего аналитика. Я посмотрела его график и думаю, что лучше всего подойдут ближайшие выходные. Возможно, вечером в пятницу в Марго. Как и всегда, выражаю свою благодарность Джоффри Босс, глава отдела внутренних дел. Слышь, когда у тебя фамилия Босс. Босс! К доске. От Митчелла Джоффри. Разумеется, сэр, я бы просмотрел график Скотта, я бы предпочел провести операцию в субботу. Его история от Анадзекса в этот день свидетельствует о регулярности, достаточной для выбора места устранения. Пожалуйста, сообщите, вызовет ли это какие-то проблемы. Если нет, то считайте, что все уже сделано. Всего. Митчел. Так, где нахрен? Разве все задело? Так, чем тут порады эти турели? Ну да, только прокачанные турели. Их просто давно не было, и я что-то такая думаю, турели должны быть. И они тут как тут, твою мать. Попадай, нет? Да. От Тома Скотта Оуэна Дойлу. Уважаемый ООН, я просмотрела спроектированные карты узлов сети для пост-GCV2 релиза. И, честно говоря, то, что я там увидела, меня немного тревожит, особенно учитывая высокую секретность нашей работы. В том смысле, что общественность не имеет права голоса в том, что мы делаем. По сути, меня волнует вопрос конфиденциальности личности информации. Личной информации. Если GCV2 увенчается успехом, а мы все уверены, что так и будет, поток информации по узлам сети станет невероятно централизованным. Я имею в виду, что наша компания получит доступ к большинству каналов обмена информацией, насколько я вижу, фактически ко всем типам данных. Если ко всему этому добавить нашу систему дешифровки, я хотела поинтересоваться, какие средства сдерживания у нас, как у компании, имеются, чтобы предотвратить злоупотрепление нашим положением. Я думаю, чем раньше мы этим озаботимся, тем лучше будем подготовлены к будущим обвинениям в посягательствах на личную информацию, когда они возникнут. С нетерпением ожидаю услышать ваши мысли по этому поводу. Том Скотт, старший аналитик от Дэвд Водс. От Оуэна Дойла с Томом Скоттом. Уважаемый Том, именно поэтому мы вас и наняли. Это замечательно, что вы мыслите нестандартно. Я очень рад услышать, что вы разделяете те же опасения, что были у меня с тех пор, как я начала работать над этим проектом. Позвольте мне повторить то, что ответили мне. Высокое руководство тесно сотрудничает с правительственными учреждениями, чтобы обеспечить этичное и уважительное общение с информационным потоком, как здесь, так и за Рубизин. Наша работа абсолютно прозрачна на всех уровнях правительственных, высококонфиденциальных каналов. Надеюсь, это снимет ваше волнение. Спасибо еще раз Том с уважением у Уиндоа. Но мы все знаем, что грозит Тому. Ну, в принципе, все. Тут мы точно все? Еще бы она не сдохла здесь раньше времени. Ну да, здесь мы прошли. Там внизу была плюшка. Тут ничего. Ну все, да. Ну, кстати, инфу неплохо, как нарайли, на самом деле. Хорошо. Ну, ладно. Хотя, вообще, на самом деле, нам сюда, по-моему, не обязательно было идти. Абсолютно. Подожди. Здесь нельзя как-то, нет? Подожди. Не знаю, конечно, зачем, но вдруг... Ну, мощь-то можно, только зачем? Вообще, наверное, это можно было бы сделать и так. За ним проследить, он бы прошел сюда, потом вот так запрыгнуть, дождаться, пока он свалит направо, и пройти. Так, ну все. Здесь, в принципе, все. Бонусная штучка есть. Так. Падла. Да, зараза. Да что ты делаешь, морозь? Падай. Ты бесишь меня? О, ногой хорошо входит. Кстати, как там это самое? Не так. Нога, нога, нога! Сейчас, научиться бы ей пользоваться. Нога работает! Ну-ка, ну-ка, вставай. На, ногой. Ну, блин. Что за... Гун-фу файтинг! У Джеки Чано в фильме, не помню в каком, была такая сцена, где он бил ногой, и его били по ноге. Короче, вот тут. Да. Так, в Аллатолии... Вон она внизу. И не так там удобно ходит. Вообще, кстати, мне не обязательно было его трогать Он мне вообще ничем не мешал Зачем я вообще к нему пошла? Так, интересно, если я спрыгну отсюда Ну, падла, слышал На, на, блин Лежать, мразь На, вдышла Ну не Честно, это я должна тебя бить, а не ты меня? Не вставай Э, ну, блеха, ну ты что делаешь? Так, я хочу того придушить Это же опыт, ну да Он такой прям, прям зрячий Ой, страшно Так, здесь есть камеры? Нет Это нормально? Не, я не жалуюсь, конечно Хорошо, что нам пока что взлома хватает Хотя, что бы нам его не хватало Там всего две единицы взлома Они у нас уже открыты Лазерный пистолет А где сам лазерный пистолет? Простите Так, вот она Ой, главное сейчас не облажаться Здравствуйте Я извиняюсь, но мне кажется, что мы не встречались Добрый день, подруга Меня зовут Декс Тебя или верно? Рада познакомиться Именно так Слушай, я ужасно сожалею И не хочу показаться грубой Но посетителям вход запрещен Я думаю, ты понимаешь, что это объект с высоким уровнем безопасности Айен Ты не мог бы проверить Наша подруга? Она не заблудилась? Подожди Почему она назвала Робота Айеном? Ну, я даже Мы-то знаем, что случилось с Айеном Это нормально? Мне кажется, это немножко жестоко По отношению к Айену, нет? Хотя, может быть, она так справляется Со своим горем Проверяю базы данных Наша подруга не отмечена ни в одной из списков полномочного персонала И мне не кажется, что она заблудилась, Элли Ты только что обратилась к роботу К... К Айену? Не важно, как я называю своего ассистента А сейчас я хотела бы узнать, кто ты такая И что ты здесь делаешь А вообще-то я имею право тут ходить Ясненькая? Я пришла поговорить с тобой, Элли Не потрудишься объяснить, почему у тебя нет ни в одном списке сотрудников? Вот дура ты несчастная Я забыла напрочь отправить Точнее, мы дура Забыли отправить регистрационную форму Ха-ха! Столько времени убили на заполнение Чтобы просто оставить в своем ноутбуке А-за-за Ты тратишь время, Элли Как бы сюда не попало у меня Если бы у меня не было разрешения Я консультант Прибыла на пару часов Наверное, ваш рецепци... Рецепционист До сих пор воюет с моей фамилией Вряд ли поверит Вряд ли поверит Но это тоже туповато Слушай, я не знаю Ну, мне вот эти два варианта нравятся Нас прислали из Киберлайфа Ага Мой номер Декс Слушай, я не знаю Ну ладно, я консультант Проверка происходит по биометрической фотографии Будь у вас хоть польская фамилия Этого значения не имеет Я вызываю охрану Ах ты, коза Бляха Охрана у вас говно О Да куда ты мимо-то попадаешь Два дебила Так, теперь поговорим еще раз Пожалуйста Берите карту Нет необходимости никому причинить вред Господи, я не собиралась Господи Ну ладно Получилось как получилось Элли Митчеллу Привет, Митчелл Слышала тебя с твоими парнями Далось поймать нескольких нарушителей Прошлой ночью хорошо сработано Раньше я удивлялась Зачем нам нужны здесь такие серьезные силы безопасности Но похоже Вы, парни, действительно необходимы Хотя мне до сих пор не ясно Почему так много людей Пытаются пробраться в такую компанию Как наша Митчелл Элли Привет, Элли Ага Небось Не беспокойся по этому поводу Это моя работа Проявлять бдительность Если тебе интересно Большинство ребят Которых мы ловим Тупые молокососы Проигравшие спор Пытающиеся Развести впечатление на своих друзей Или Наркоты Наркоты А Подожди На своих друзей Или Что Тупые молокососы Проигравшие спор Пытающиеся Прозвести впечатление На своих друзей Или Наркоты Которые Думают У нас Могут украсть Какой-нибудь Следователь Что-то Странное Либо я неправильно читаю Либо я что-то не понимаю Либо предложение Странное построено Все могло быть Лучше Да я знаю Что могло быть Лучше Это очевидно Охрана могла Не прийти Наркоты Наркоманы Ну я понимаю Да Но просто Мне до сих пор Коробит то Что они наркоманов Называют их Наркотами Ну тут Тупо звучит Вообще Как-то я не знаю Которые думают Что могут украсть У нас какое-нибудь Исследовательское оборудование И срубить бабла По-быстрому Тем не менее В целом Это довольно Неуравновешенная публика Так что не рискуй Если с таким Столкнешься Беги Поднимай тревогу Я сразу приду на помощь Я надеюсь Мы сейчас Митчелла Не зарубили Ключ карта есть Хорошо Слушай Давай поговорим Еще раз Нет Ну ладно И она стоит Дальше Короче Работает Maybe no Спокойной ночи Ох Кстати Тут что-то есть Блин А нет Допрыгнула Смотри А что тут есть А как я так Допрыгнула Господи То она не может Иногда зацепиться За очевидные вещи Тихо Не-не Блин Это на время Подожди 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 Где-то были Где-то были Тихо Быстрей 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 Горю Бляха Слушай Тяжело Может слева лучше спрыгнуть Где запрыгнуть Там и спрыгнуть Потому что она так долго Здесь Идет Тихо 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 Быстрей Ну в смысле Алло Ну куда быстрее Ты Ты вздеваешься что-ли Надо мной А что тебе мешает Здесь спрыгнуть Он же не примыкает К стенке Ну Как так успеть-то Как бы Здесь еще дольше За счет А что это такое Тогда Подожди Может быть Это было бы что-то Если бы я Как сказать Да Если бы я ее убедила Что я Работаю здесь Или что-то вроде того Она бы Может быть Это мы с ней Быть здесь Что-то мутили Хм Пусть Сэв научится В смысле Так Подожди А я даже не понимаю Что это И зачем я это открываю Вот в чем проблема Что там лежит Я тоже не удерживаю Блин Здесь еще Как будто бы Смотри Наверх можно Ну это вряд ли С моими нынешними Спасчегностями Тьфу ты Господи Я просто даже Не понимаю Что это Что это такое Просто вот Тут она не хочет Спрагивать Вообще В принципе Какой-то секретик Типа Я понимаю Но почему Когда я добегаю Я ничего не могу сделать То есть я как будто Успеваю Ладно Один раз Я успела Но она ничего не хочет делать Даже когда Оказывается Достаточно близко Вот что такое Вот это Что такое Теоретически Ее вытащить Можно успеть Но вот видишь Я подхожу Никаких кнопок Действия нет На ней Че это такое Бесит Такие неочевидные Моменты Ты делаешь Делаешь И не понимаешь Для чего Успокоиться Не можешь Ну че это такое Здесь ни кнопок Действия Ничего Че за хрень В общем Иди В смысле Иди Я хочу получить Эту штуку Раз уж она открывается Я могу Добежать У меня Почему-то Не хочет Ничего делаться Потом В смысле Потом Когда потом Не Она вообще Игнорирует Ну Тебя в жопу Короче Бесит Такие моменты Непонятно Тыкаешь Тыкаешь Зачем Для кого Вообще Время Только тратишь Так Тоже Все закрытое Ну Ай Сейчас опять К этому Чуваку Так Это типа Первый этаж Какие места Войди О Господи Пожелу Где Тебя Тебя Непонятно Войди О